В эти дни внимание мировой общественности приковано к Узбекистану. Для наблюдения за президентскими выборами в нашу страну прибыли представители зарубежных стран и международных организаций. В общей сложности порядка тысячи международных наблюдателей. В течение дня они посещали избирательные участки и поделились своими впечатлениями о процессе с нашими корреспондентами. Наши наблюдатели с раннего утра наблюдают за выборами, присутствовали при открытии участков. Я сам посетил уже несколько участков в городе Ташкенте. Вчера и позавчера я выезжал в Джазакскую область. Там тоже мы посещали и окружную комиссию, и избирательные участки. И общее впечатление у нас позитивное. Нас радует то, что избиратели на участках мы видим в хорошем настроении. В целом мы отмечаем, что очень высокая активность на избирательных участках. Это, очевидно, подтверждает то, что гражданам Узбекистана не все равно, кого изберут президентом на предстоящие пять лет в Узбекистане, как будут осуществляться перемены, реформы в Узбекистане, направленные на улучшение жизни. Это очень важно. Наши наблюдатели внимательно изучили программы всех кандидатов. И, что, конечно, радует, у всех кандидатов в программах содержатся положения, которые направлены на улучшение жизни граждан Узбекистана. Мы приехали сюда из практически всех стран СНГ, как соседи, как друзья. И с самыми добрыми пожеланиями. И мы тоже хотим, чтобы эти выборы прошли спокойно, организованно. А видим, что для этого сделано очень много. Подготовлены прекрасные избирательные участки. Мы видим хорошее оформление участков. Санитарные нормы соблюдаются, что сегодня, конечно, очень актуально. Как это ни жаль, что этот коронавирус, к сожалению, доставляет нам много проблем. Но здесь сделано все для того, чтобы обезопасить избирателей. И одновременно, чтобы голосование проходило спокойно, без каких-то препятствий. Все, что было сделано в Узбекистане в ходе выборов, а мы здесь уже почти месяц, наблюдатели СНГ, мы видим, сделано для того, чтобы обеспечить право граждан Узбекистана на свободное волеизвеление. И мы полагаем, что так оно и будет. Я очень рад наблюдать за выборами президента Узбекистана в качестве эксперта. Сейчас я стал свидетелем очень важного процесса. Наблюдая за выборами, я убедился в том, что они проходят открыто, прозрачно и в соответствии с принципами демократии. Граждане спокойно, беспрепятственно, имеют возможность воспользоваться своим конституционным правом. Это не может не радовать. То, что мы были в Бухаре, в Ташкенте, видели, то в окружных избирательных комиссиях, на избирательных участках граждане народ идет, голосует. Говорит о том, что люди не безразличны, и президентские выборы идут на достойном уровне. То решение, которое сегодня народ Узбекистана примет, в дальнейшем будет реализовываться в лице лидера, президента республики. Поэтому мы вам желаем сделать правильный, достойный выбор. То, что мы видели, и вот сейчас даже спросили ваших наблюдателей от партии, о каких-то нарушениях мы пока не слышали. И поэтому я согласен с тем, что на самом деле на высоком уровне проходят выборы и в соответствии со стандартами демократическими. Я приехал 22 октября, чтобы наблюдать за избирательным процессом. Стал свидетелем того, как проходит подготовка. Посетили избирательный участок, и мне очень приятно наблюдать за всем процессом проведения выборов президента молодой страны. Я уверен, что есть еще много возможностей для развития вашей страны. Я 20 часов летел в самолете в Ташкент. Моя усталость сняло как рукой по прибытию в этот город. Здесь очень позитивная энергетика. Сама организация процесса выборов продумана до мелочей, соответствует национальному законодательству. И я уверен в том, что выборы пройдут прозрачно, открыто и гласно, так как здесь для этого созданы все необходимые условия. Я хотела бы отметить здесь очень хорошую организацию избирательных комиссий. Отметить, что это настолько все прозрачно. И у каждого гражданина Утбекистана есть доступ к информации каждого кандидата. И у каждого кандидата представлены здесь их наблюдатели, которые могут отслеживать процесс прохождения выборов. Хотелось бы отдать должное и организаторам, которые встречают наблюдателей. Они дают нам возможность посетить любой участок по нашему желанию. И мы убеждаемся на деле, насколько все прозрачно, доступно и очень хорошо организовано.